Поезд Здравствуйте, друзья! Совершив недавно увлекательное путешествие по железной дороге, я еще раз убедилась в том, что поезд – это мое самое любимое средство передвижения. И сейчас объясню почему. В поезде можно ехать в один город, а по пути увидеть еще десяток маленьких и больших станций. Можно смотреть в окно и удивляться красотам лесов, полей и рек. Можно завести массу новых знакомств и принять участие в увлекательной беседе. Можно пить чай в металлическом подстаканнике и всецело ощутить романтику пути. И еще одно преимущество для нас, для любителей книг. Можно уютно устроиться на мягком диванчике и прочитать парочку увлекательных романов. Вот так мы плавно с вами переключились на нашу любимую тему – книги. И сегодня я хочу познакомить вас с произведениями, действия которых проходят в поезде. Начнем с королевы детективов Агаты Кристи, с ее известного романа «Убийство в Восточном экспрессе». Впервые он был опубликован в 1934 году и с тех пор переиздавался и экранизировался множество раз. Почему же этот роман добился такого успеха? Наверное, потому что был написан с английской педантичностью и вниманием к деталям. Так что до самой последней страницы очень сложно предположить развязку. А это, как ни крути, главное в книгах подобного жанра. Итак, знаменитый сыщик Иркюль Пуаро возвращается из Стамбула в Англию на шикарном поезде в Восточном экспрессе, в котором вместе с ним едут, кажется, представители всех национальностей. Один из пассажиров просит Пуаро стать его телохранителем, потому что боится, что его убьют. Знаменитый бельгиец отмахивается от этой абсурдной просьбы, а утром вчерашнего собеседника находит мертвым в собственном купе, причем дверь закрыта, а окно открыто. Кто убийца, вы узнаете только, прочитав роман до конца. Следующая книга, которую я хочу вам представить – «Желтая стрела» Виктора Пелевина. Это сборник малой прозы, который объединяет рассказы, написанные Пелевиным в 90-е годы XX века. Они принесли ему славу одного из главных отечественных авторов. Спустя несколько десятилетий еще интереснее перечитывать эти тексты. Повесть «Желтая стрела», именем которой озаглавлен весь сборник, рассказывает о гигантском поезде, который мчится по сломанному мосту. Вагоны заполнены разными героями. Кто-то делает вид, что ничего страшного не происходит, и кто-то делает попытку бегства, правда, спастись у них вряд ли удастся. Само собой, эта повесть не просто фантастическая история. Поезд служит метафорой человеческой жизни, которая у всех имеет одинаковый финал. И еще одна книга, которую я хочу вам представить – это книга Ольги Славниковой «Любовь в седьмом вагоне». Ольга Славникова – известный российский прозаик, лауреат таких престижных премий, как «Ясная поляна» и «Русский букер». Она знаменита своим неповторимым авторским стилем. Ее сложно сочиненные метафоры у ценителей литературы вызывают полный восторг. «Любовь в седьмом вагоне» – сборник из десяти небольших рассказов, объединенных общей темой – железной дорогой. Действия здесь так или иначе связаны с поездами, станциями, электричками. На фоне железной дороги герои Ольги Славниковой влюбляются, женятся, изменяют, вспоминают прошлое, в общем, живут полноценной жизнью. Рассказы очень разные, но это и хорошо – они скрасят любую вашу поездку. Друзья, на сегодня это все. Я желаю всем нам совершить в ближайшем будущем захватывающее приключение на любом виде транспорта. И главное, чтобы в любой точке земного шара вам попадались интересные и полезные книги.